Оказывается, даже на улицах сравнительно маленького Нового Оренгоя можно запутаться. Как ни странно, сумятицу в движение транспорта и людей вносят именно дорожные знаки. Одни установлены с явным нарушением, другие водители почему-то игнорируют, либо не видят. Сегодня автоинспекторы еще раз взглянули на транспортную схему газовой столицы. Какие выводы они для себя сделали, узнаете прямо сейчас. На улице 26-го съезда КПСС машины и люди смешались воедино. Что это, проезжая часть или пешеходная дорожка? Найти ответ на этот вопрос удается далеко не всем. Вот и получается, что там, где идут новоуренгойцы, проезжают автолюбители, сигналя и доказывая свою правоту. На самом деле данный участок можно неоднозначно определить. Можно использовать его как для транспортных средств, так и для пешеходов. С учетом этого необходимо ввести какие-либо ограничения. Безусловно, по согласованию с владельцем уличной дорожной сети. И в случае, если какие-либо ограничения будут введены на данный участок, население города будет проинформировано надлежащим образом. Как оказалось, заехать на парковку около торгового центра Сибирь можно только с одной стороны перекрестка. Об этом информируют знаки направления движения по полосам. Однако водители отказываются это замечать. Может из-за невнимательности, а может потому, что им просто так удобно. О проблемах на этом перекрестке говорят и сами водители. Здесь их сразу две, фиксирует госавтоинспектор. Необходимо установить дублирующий знак направления движения по полосам. Тогда, въезжая на перекресток, водители будут знать, куда можно ехать. Но чтобы избежать аварий, этого недостаточно. Сами автолюбители должны быть дисциплинированы. При движении со стороны северной части города необходимо все-таки следовать правилам дорожного движения. В частности, дорожный знак 5.15. Левая полоса у нас предназначена для поворота только налево, на улицу железнодорожная. А правая полоса для движения прямо и направо, в сторону кедра. А под Виадуком и вовсе запутанная ситуация. Прежде чем выехать на главную дорогу, водители ломают голову. Проехать первым или пропустить встречный автомобиль. Многих автолюбителей вводят в заблуждение правила помеха справа. Но здесь оно не работает, ведь встречная машина выезжает из жилой зоны. Госавтоинспектор поясняет, здесь есть все необходимые знаки. Нужно только вспомнить правила дорожного движения. Варитетное положение имеет водитель транспортного средства, который двигается по элементу развязки номер 4, то есть со стороны улицы Губкина, в сторону улицы железнодорожная. Следом за ним должен, если по порядку рассуждать, должен двигаться водитель на транспортном средстве, который выезжает из-под моста, то есть слева от первого участника, а затем уже человек, который выезжает с улицы Надымская, то есть жилой зоны. Под пристальное внимание госавтоинспектора попала и Южная объездная. Сначала здесь сужается дорога, и только после появляется предупреждающий об этом знак. Такая ситуация может вызвать аварию, поэтому страж порядка составляет протокол и выдает предписание. Все недочеты должны быть устранены в срок до 20 дней, но, как правило, это происходит значительно раньше. Мария Федорчук, Николай Александров, служба новостей «Импульс».